Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале «Экзегет» и с вами я, священник Иоанн Тераутс. К нам на портал поступил следующий вопрос. Он достаточно длинный, я постараюсь его немножко сократить. Ветхий Завет призабилует историями о том, как Господь повелевает избранному народу, например, входя в землю обетованную, уничтожать все, что там есть, при том и живых людей, и культуру, и все что угодно. Далее, в сегодняшней истории, вообще в истории человечества, мы видим страшные события, войн, катаклизмов, смертей, эпидемий и прочего, и прочего, и прочего. Как же Бог, которому люди взывают и молятся о том, чтобы Он избавил их от этого, получается молчит и не отвечает на эти молитвы, а есть ли Он вообще в таком случае, и почему в мире есть зло, если есть добрый и любящий Бог? Этот вопрос терзает умы очень многих людей на протяжении всей истории человечества, точнее, всей той истории, в которой Бог представляется именно добрым Богом. Конечно, наверняка этот вопрос возникал и у первых людей, которые знали о Боге, сохраняли эту память и предание, как мы видим в Ветхом Завете, но их было совсем немного. Большинство язычников все-таки считали Бога каким-то мстительным, злым иногда. Но мы сейчас говорим о совсем другом восприятии Бога. Итак, почему это случается? Оправдать смерть, оправдать ужас, оправдать какую-то страшную там болезнь и смерть близких нам людей абсолютно невозможно, потому что это страшно, больно, и человек, не прошедший этой боли, не изведавший ее во всей своей полноте, вряд ли сможет об этом говорить оправдательно или каким-то образом вообще как-то победоносно какие-то мысли заключать. Но мне понравился такой притчевый метод отношения к данному вопросу. Итак, Бог — это некий автор картины, прекрасной картины мира. Каждый из нас считает, что это его рисунок, его художество. Скажите, пожалуйста, если кто-нибудь из вас придет в большую славную галерею и испортит какой-нибудь рисунок, что будет с этим человеком? Скорее всего, его повлекут в полицию, его повлекут в какие-то правоохранительные структуры для того, чтобы наложить определенный штраф или каким-то образом наказать. Но если сам, например, Гоголь, который написал «Мертвые души», вторую часть, вдруг ее сжигает, подвержен ли он какому-либо преследованию? Нет, потому что это же его труд, его работа. Но у Бога есть еще одно прекрасное свойство. Бог знает, что будет далее. Более того, Бог знает, что ни одно творение его не погибнет и не будет видеть вечной смерти. Мы с вами веруем в то, что Бог воскресит всякого человека. У некоторых святых отцов даже есть идея о том, что всякую тварь Господь тоже воскресит. Вопрос того, насколько продолжительна наша жизнь, достаточно ли она продолжительна, это вопрос культуры, это вопрос нашего личного восприятия. Поэтому судить о том, забрал Бог человека в 90 лет или забрал Бог человека в 30 лет или забрал Бог человека в какое-то другое время, это очень относительно. В любом случае это больно, страшно и очень хорошо, что в нас есть эти качества. Мы боимся навредить человеку, причинить ему боль. Но в то же время, иногда смерть, как бы это страшно ни звучало, останавливает человека от еще более худшей жизни. Приведем пример фюрера Германии. Многие люди желали ему смерти в течение длительного времени страшной Второй мировой войны. И задай вопрос сегодня человеку, изучающему историю, хотели бы вы, чтобы он выжил, и чтобы он продолжал там влавствовать в Третьем рейхе, чтобы победила там Германия в Второй мировой войне. Любой человек ответит, нет, конечно. Смерть остановила его от дальнейших зверств и распространения заразы фашизма на территории всего мира. И это хорошо. Соответственно, Бог положил пределы нашей жизни для того, чтобы мы стали лучше, для того, чтобы бесконечность нашего существования не была равнозначна бесконечности греха, который мы с вами совершаем. Я думаю, что ответ на этот вопрос таков. Но наш подписчик требует доказать бытие Божие в рамках данной концепции существования страдания в мире. Существование страдания в мире обусловлено свободой человека, свободой Божией и свободой вообще этого мира. Я сейчас не говорю о том, что Бог как часовщик завел механизм и отошел от дел. Нет, Он промышляет о мире. И мы видим это в Евангелии, когда Господь говорит, что и волос с головы нашей не упадет без воли Отца Небесного. Но, например, для Ветхого Завета характерно даже попущением Божия обозначать волей Божией. Это в новозаветном богословии уже есть это разделение на попущение и волю Божию. Более того, Господь любит человека и дает ему возможность свободного выбора. И иногда попускает, чтобы наш свободный выбор, каким бы он ни был, случился. И мы узнали, что это плохо, это ведет к плохому результату, а это хорошо и ведет к хорошему результату. Если бы мы жили в мире розовых единорогов, скорее всего, понимания о том, что есть добро, что есть зло, не существовало бы. На этом я ограничу свой ответ на данный вопрос. Благодарю всех за внимание. Храни вас Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.